До других тем. Быки в огонь по полторы тонны, скрупулезный генетичный отбор, подрыхтовка до эмбре-трансплантации. Наши корреспонденты наведали Гомель-Дзержплем предприемства. И не только, как доведаться об стане справ и перспективах, а и познайомиться с первоможцами республиканского конкурса мастерства по штучным осеменениям живел. Лепшие работники приехали сюда из Мазырского и Светлогорского районов. Марина Северьянова с подробностями. Самое складанное справится с хвалеванием, а теория и практика добровядомые. Скажут, удельники республиканского конкурса, которые привезли первое место в Гомельскую область. С поборництва прошло на днях в Брестском районе. У им свои веды и навыки демонстровали больше 60 мастеров по штучным осеменениям живел. Мы похудрали за всеми переможцами от нашего региона. Самое сложное на конкурсе было справиться с волнением. Мы понимали, что туда приехали лучшие из лучших. Профессионалы своего дела. Поэтому зачастую побеждает именно тот, кто лучше всего справился с волнением. Наверное, нам это удалось. Я ехал туда показать свои знания, узнать знания людей, которые работают по всей Беларуси. То есть туда ехали люди, у которых хорошие показатели, которые тоже чего-то добились в жизни. И мне было интересно посоревноваться с людьми, которые умнее меня. На конкурсе сложная конкуренция. Очень сильные соперники, даже преклоняюсь перед некоторыми, потому что люди опытные все. Видно, что все подготовленные. И поэтому, считаю, там небольшие разрывы. У меня на 0,25 баллов. Я обошла Гродненскую область. Мужчина, который тоже опыт работы там очень колоссальный. Поэтому борьба, вот эта конкуренция, конечно, я не ожидала. Далее прошлись и по предприемстве. И хотя наша здымочная группа тут бывала не одной, каждый раз нас ждет нечто новое. Например, в худшем часе плануют уж сильно заняться эмбреатрансплантацией. И тогда не нужно будет купить быков за мяжей за десятки тысяч долларов. По коль же каждый год предприемство набивает, например, по 8 голов молодняка. И дорожшее. Многие из породистых живел в вынику важить до полутора тонн. Поназирали и за скрупулезным технологичным процессом. Вот тут отбор проб молока от коровы, которые народились после штучного осемянения. Треба ведать, какие уластивости оно мая. За измену, а это 12 годин, тут анализуют коля 6 тысяч проб. Анализируем пробы молока. Исследуем их на жир, белок и соматические клетки. А это лаборатория фасовки. Тут материал для осемянения пакуют у вось такие пайеты. А потом у соседней помешкании проходит их попередняя заморозка при температуре минус 120 градусов. Замораживается и берется сперма от быков производителей. Примерно в день мы берем сперму быков производителей где-то 11-12 тысяч. Примерно приходят 40 быков. Далее у весь материал отправляется у сховиша. И тут заховывается у ватки мазоти. ГТАМАЛЬ минус 200. Вот этого запаса тут коля 10 миллионов доз материалов для осемянения хопить году на пять. Наше предприятие является генетическим центром в области. Мы улучшаем не только породные, но и продуктивные качества животных. Запас спермы – это порядка пяти лет. Мы можем спокойно работать и знать о том, что искусственное осемянение и дальнейшее производство молока и мяса будет на протяжении пяти лет, как минимум, без каких-либо сбоев. Скажите, куда вы продаете биоматериал, скажем, не только в нашу область? Кто еще заинтересован покупкой? Основными покупателями нашей продукции являются, конечно, сельхозорганизации Гомельской области. Но также мы сотрудничаем и с шестью племенными предприятиями нашей страны, а также за рубеж. Это и Казахстан, и Россия. Какие цели наверняка амбициозные есть у вашего предприятия? Поделитесь, пожалуйста. Вы знаете, мы, еще раз повторюсь о том, что мы следим за тенденциями развития, и сегодня во всем мире очень популярно, и это эмбриотрансплантация. Мы готовим наших специалистов, и в дальнейшем от одной высокопродуктивной коробы мы можем за год получить не одного теленка, а шесть-семь. Задача для региона – целиком перейти на штучное осемянение буйной рогатой живелы. Тогда якость мяса и молока можно будет предбачить заходе. А это важный накерунок развития сельской господарки. Марина Северьяна, Валерия Гапанько, телерадио «Гомель», Гомельский район.